Девушки отдыхают Мы не можем остановиться Из-за нашего ненасыпного любопытства Из-за страха перед тем, что могло бы случиться, если бы мы остановились Теперь вы, исследователи Мы скажем прощайте И оглянемся назад в последний раз Знаете, что куда бы вы ни отправились Мы будем с вами Это командир Шепард Конец связи This path began a long time ago A course paved through human history that took us across continents, oceans, and ultimately to the stars For us, this planet is home It's protected us, challenged us, and provided us the foundation to become galactic citizens But the time has come to prepare ourselves for a future beyond the Milky Way A future that begins 600 years from where we stand In a time and place among unknown stars and unseen dangers And so we issue this call to the brave The inquisitive To the trailblazers of the human race As an invitation to stand on the shoulders of those who came before And challenge yourself to go further Begin your journey Join the Andromeda initiative today Поздравляю тебя со вступлением в ряды Andromeda Initiative Мое имя Джин Гарсон Основатель этой невероятной миссии Эта миссия — огромный шаг в человеческой истории А также для каждого вида во Млечном Пути Будьте готовы начать путешествие, которое не похоже ни на одно из ранней Не допустите ошибок Это путешествие в один конец Через 600 лет вы проснетесь из Криостазиса на окраине галактики Андромеда Многие из вас будут на борту нашего арк Гиперион Но остальные будут со мной в Нексусе Кроме Гипериона будут еще три арка с каждым видом рас Которые отправятся из Млечного Пути в одно время К каждому из них будут приписаны следопыт, группа элитных солдат, ученые и проводник Задача которых — найти колонии на новых далеких планетах Обнаруженных на наших сканерах в системе Андромеды В течение этого месяца вы будете ознакомлены с секретной информацией Которая станет ключом к вашим успехам Чертежи Нексуса Сертификаты для наземного и космического транспорта Рекомендации по установлению пересечения Протоколы для первого контакта, когда мы встретим новые виды жизненных форм Вдобавок, те, кто присоединился к команде следопытов Будут снаряжены новым оружием, биотиками и обучением выживания даже в самых жестоких условиях Ты — один из лучших, которых человечество может предоставить И я отдаю честь твоей смелости для принятия этой миссии Нет никаких гарантий, уверенности Но если у нас получится, то у нас будет шанс сделать невозможное и создать новое будущее для человечества Начни свое путешествие Приветствую и добро пожаловать всем новобранцам Я Амина, ваш виртуальный интеллект и гид на время этого инструктажа Вдохновленный цитаделью Млечного Пути, Нексус — это упрощенная космическая станция Создана, чтобы служить вам как основной центр поддержки и временный дом по прибытию в Андромеде Нексус будет вести контингент политиков, инженеров, торговцев и персонал охраны на пути в Андромеду А остальные люди в числе 20 тысяч будут находиться на ковчеге Гиперион Даже с путешествием быстрее света это займет несколько человеческих циклов Чтобы достигнуть расстояния в 2,5 миллионов световых лет до вашей цели Выживание во время такого полета стало возможным, проводя практически все время в стадии камер Защищенных щитами масс полей, генерируем их вашими камерами Пока вы будете лететь до края нашей галактики, вас будут сопровождать группы истребителей, которая защитит вас от любой опасности Но, когда мы войдем в темный космос, мы будем совершенно одни и будем соединены барьерами Чтобы защитить нас во время нашего многовекового путешествия По прибытию в Андромеду, Нексус и ковчеги встретятся в созвездии Хиллиас И операция сразу же начнется Пока Нексус был полностью функционален со старта, многие его элементы были продуманы для сборки в момент прибытия Состыковавшись с Нексусом, ковчеги предоставят дополнительную энергию и дополнительное место хранения для станции Вы будете воскрешены в назначенных помещениях в одном из жилых блоков на короткое время Пока наши сотрудники иммиграционной службы помогают вам в выборе нового дома До того, как следопыт обезопасит новую среду обитания, Нексус предложит вам множество обязанностей и расслаблений Архивы в Центре культуры, которые собрали историю многих существующих видов в Млечном Пути Также это поможет в встречах с новыми расами, рассказывая про нашу галактику и ее прошлое Гидропатические сады доступны для наслаждения тишиной Или вы можете посетить Бар Вортекс для приятного времяпровождения вне службы Командные центры наблюдают за охраной и управляют всей станцией Наблюдая за всем, начиная от попыток колонизации и до штаб-квартиры следопытов Где следопыт обмениваются информацией и обслуживают их прогресс Научные лаборатории также будут вести активное участие в изучении новых открытий Чтобы узнать секреты этой новой галактики Вместе мы создадим шумный центр торговли, общество, правительство и дипломатии Ваше новое начало в Андромеде Я приглашаю вас встретить меня там, для последующей помощи Вступайте сегодня, для вашего нового будущего в Андромеде Рад познакомиться с вами, рекруты Несколько счастливчиков, которые были приняты в отряд первопроходца, полетят со мной Я Кэла Джод, а это Буря Я пилотирую ее еще со времен раннего прототипа Так что уж поверьте мне на слово, это легкий, незаметный и самый быстрый корабль в своем классе Способный преодолевать 13 световых лет в день Конечно, ради такой скорости пришлось чем-то пожертвовать Корабль не оснащен тяжелой броней и основным орудием Но будьте уверены, всему, что мы не сможем обогнать, придется нас как следует поискать В перерывах между выполнением заданий Буря станет домом для отряда первопроходца И в нашем доме все по последнему слову техники В исследовательском отсеке смогут работать ученые В нем можно будет собирать и анализировать полученные разведданные образцы А также работать над их практическим применением для улучшения оружия, брони и разведывательного вездехода кочевник Немалую роль окажут и открытия, сделанные в технических и биолабораториях Зал переговоров — это место для сбора экипажа или проведения видеоконференций с Нексусом Ниже находятся инженерные и медицинские отсеки Арсенал бури и грузовой отсек с кочевником В свободное время вы можете отдохнуть в каютах экипажа или на кухне Рядом расположена каюта первопроходца, но для рядовых членов экипажа доступ в нее ограничен Только если их не пригласят, конечно Мое место — на мостике Именно здесь первопроходец работает с нашей системой навигации, синхронизованной с ним И любой пункт назначения в скоплении Элея находится у него под рукой Как только мы проверим наземные условия при помощи наших сканеров Боря войдет в атмосферу, приземлится и отряд на кочевнике отправится исследовать все подробнее Этот транспорт — настоящий вездеход Он оборудован парой водородно-кислородных топливных элементов, питающих нуль ядро Независимой подвеской для каждого колеса Сменным четырех- или шестиколесным приводом И системой впрыска топлива для ускорения А из любого трудного положения вам помогут вырваться работающие на гелии-3 Реактивные микродвигатели, которые располагаются под корпусом Кочевник должен адаптироваться к сложным условиям Модульная конструкция позволяет настраивать все Реактивные двигатели, щиты, щитовой импульс, систему жизнеобеспечения, радар И, конечно, окраску в зависимости от окружающей среды Но наиболее важным для вашего выживания фактором является способность поиска ценных ресурсов И добычи их при помощи шахтерских дронов Рекруты Вам предстоит разведать целую галактику Надеюсь в следующий раз увидеть вас на борту Бори в качестве членов экипажа До встречи на Андромеде Никто не знает наверняка, что ждет нас на Андромеде Дальнее сканирование позволило составить карту Но невозможно давать какие-то гарантии, когда предстоит путешествие в 2,5 миллиона световых лет Тут в дело вступает команда первопроходца Меня зовут Кора Харпер Я помощник первопроходца людей Наша работа — находить потенциальные золотые миры Определять места будущих поселений Закладывать фундамент нового мира Мы сами себе начальство Мы — авангард человечества в Андромеде У каждого ковчега есть твоя команда У каждой команды есть свой первопроходец Специалист по выживанию, дипломатии И войне, если дипломатия потерпит неудачу Первопроходец ковчега Гиперион Алек Райдер Чей послужной список говорит сам за себя Опытный солдат достиг шеранга Н-7 Талантливый ученый Райдер был участником отряда, который первым прошел через ретранслятор Харон Открыв для человечества путь в галактику Сейчас он готовит нас к штурму очередного рубежа Андромеды Лиам специализируется на чрезвычайных ситуациях В каждой команде должен быть идеалист И у нас эту роль играет Лиам Сара и Скотт Райдеры Дети нашего первопроходца Бывшие новобранцы Альянса Недавно покинувшие свои посты на станции Арктур И в отряде поиска протеанских артефактов А также я Лейтенант Кора Харпер Я биотик Специалист по полевым операциям Последние 4 года служила в десанте Азаре Наконец, последний член команды — Сэм Самообучающаяся электронная матрица Искусственный разум, созданный самим первопроходцем Из своего угла на ковчеге Сэм получает полный набор данных от первопроходца При помощи нейроимпланта Он видит и чувствует все, что делает Райдер Обеспечивая контроль ситуации Поддержку в решении задач И даже оказывая тактическую помощь Все члены отряда также используют импланты Позволяющие напрямую общаться с Сэм Члены отряда — передовые представители инициативы Андромеда Для самых отважных и находчивых Это возможность проявить себя Поучаствовать в самых удивительных приключениях Если вы готовы присоединиться к нам На буре для вас всегда найдется свободное место В первую очередь мы исследователи Но это новая галактика Нам нужно быть готовыми к любой ситуации В том числе и боевой Я Лен Коста Специалист по безопасности в команде первопроходца Прежде чем мы приступим Вам потребуется базовая тренировка Главное в нашем деле — приспособляемость На ковчегах не так много места для грузов Так что взглянем на оружие и броню инициативы Все сделано так, чтобы вы могли модифицировать снаряжение в полевых условиях Мы будем работать с четырьмя типами оружия Пистолеты, штурмовые винтовки, дробовики и снайперские винтовки Пистолеты — стандартное оружие на средней и ближней дистанции Из них просто целиться и стрелять Отдача небольшая По весу легкие перезаряжаются быстро Когда вы будете готовы немного его улучшить Пистолет-палач с улучшением гранатомет для опытного пользователя Далее идут дробовики Отлично подходят для ближнего боя Дробовики — это просто Для крупных целей, кучной стрельбы Или просто большой огневой мощи Они бьют сильно Как и все наши комплекты Уровень приспособляемости у них высокий Личное предпочтение — катана с лазерными пулями По очевидным причинам Далее у нас штурмовые винтовки Высокая скорострельность подходит для поражения быстрых целей и уничтожения щитов А если следите за отдачей, то и на дистанции они тоже хороши Если вы видите свою цель, то попасть в нее шансы у вас есть Эффектное улучшение мстителей с электрическим кондором В последнем списке стоят снайперские винтовки Серьезная вещь Мощные и точные работают на очень дальних дистанциях Можно убрать почти кого угодно Хотя в прицеле вы будете видеть всего лишь точку Однако оружие — это еще не все Нужен опыт в ближнем бою Хватит ли вам ловкости для владения биотическим мечом Азарель Или силу Крауганского молота У некоторых из вас есть биотические импланты Или такая продвинутая технология, как амнитулы Биотические способности могут изменить мир Если бой неизбежен, они вам точно пригодятся Любой объект может стать для вас снарядом Даже ваш противник Можно просто подбросить вашего врага воздух Чтобы членам вашего отряда было легче стрелять Когда в бою вы управляете гравитацией Возможно практически все Амнитул — это инструмент, подходящий как для защиты, так и для атаки После настройки и тренировки их можно использовать для заморозки, поджигания или электрошока И не нужно недооценивать проверенный временем OmniBlade Главное — это настройки Я предпочитаю всего понемногу Но если сосредоточиться на каких-то определенных умениях Можно творить удивительное Специалист по биотике? Тогда вам дорога в адепты Любите тактику? Будете страшен Хотите быстро взрываться и устраивать хаварда? Штурмовик Ознакомьтесь с каждой специализацией Чтобы иметь представление, на что она способна На что вы способны И последняя, но не менее важная — подвижность Это тоже может быть весело Ракетные ранцы Нужно подняться выше? Всегда пожалуйста Быстрый рывок поможет вам уйти от атаки Ракетные ранцы обладают приспособляемостью На тот случай, если дела пойдут плохо Нет ничего лучше для исследования Андромеда — это новое начало Работа для первопроходцев С правильным снаряжением и навыками Мы будем готовы ко всему У каждого своя роль И знайте, что самое важное Мы все прикрываем друг друга Новая жизнь в Андромеде начинается с поисков надежного и безопасного пристанища С поисков золотых миров Я Сувиан Вар Участница научной группы Нексуса И старший научный сотрудник на Буре Я дам вам основную информацию о золотых мирах Которые мы собираемся заселить Не располагая ретрансляторами массы Первая волна ковчегов будет вынуждена Заняться звездным скоплением Названным Элей Являясь частью галактики Насчитывающей около триллиона звезд Элей богат ресурсами И в нем есть 7 золотых миров Которым мы дали название Жилище от 1 до 7 Эти планеты Наша основная надежда на новый дом Золотые миры должны быть не только пригодны для жизни Но и богаты минералами Которые позволят развивать Наши поселения И инициативу в целом Нексусу требуется очень много гелия-3 Воды Льда И нулевого элемента Чтобы продолжать работу Чем больше мы соберем ресурсов Тем сильнее сможем развить Инфраструктуру Нексуса Тем больше поселенцев Выйдет из кресла Невозможно точно узнать В каком состоянии будут находиться Эти золотые миры Пока мы туда не доберемся Но некоторые предварительные данные У нас есть Жилище 1 Засушливая планета С мощными подземными реками Несмотря на сухой Пустынный климат Температура на поверхности Вполне комфортная Жилище 2 Крупный спутник газового гиганта Богатый минералами И способный снабжать ресурсами Будущее поколение поселенцев Жилище 3 Планета зеленых холмов И цветущих джунглей Жилище 4 Обладает огромным запасом воды Поэтому считается прекрасным Кандидатом на заселение Турианские и акварианские поселенцы Найдут жилище номер 5 Прекрасным местом Для декстропротеиновой жизни Сканирование показало Что на жилище номер 6 Обширные океаны И умеренный климат И наконец Жилище номер 7 Обладает всеми признаками Тропического рая Именно с него мы и начнем Прибыв на место После шестистолетнего путешествия Отряды первопроходцев Изучат планеты И определяют их перспективность Нужно будет Разобраться с непредвиденными опасностями Подружиться с местными жителями Решить экологические проблемы Найти безопасные места Для первых аванпостов После создания аванпоста Нужно известить Нексус Чтобы на нем пробудили И приготовили к расселению Новых колонистов Стоит предупредить Что некоторые из этих планет Уже могут оказаться заселенными И мы собираемся с уважением Относиться к аборигенам Нас ждет новый дом Эти семь планет Главная наша надежда На реализацию самых смелых Наших мечтаний Мы сделаем все возможное Чтобы после прибытия на место Вам было легче начать работать Но будущие шаги Зависят только от вас Решения, принятые вами в Андромеде Определяют наше будущее И с каждым из них Мы будем все ближе к новому дому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова